Но чтобы не подвозняти, возьми горе, брось удуб и первую рыбу, которая попадется, возьми, и открыл у ней рот, найдешь против. Возьми его и отдай им за меня и за себя. Это не притча, не брасти, не сравнение, это было реальное событие. И вот сегодня будет задание во всех храмов, чтобы проповедовали на этот стих. При всем желании это, если ты писание, ты не знаешь, ты ничего не скажешь, ты еще рыбу поймал. Тут два варианта, может для тебя сорить эту рыбу еще и запаха все вытащить, да и выпотрошить. А тут два варианта, да, там море. Еще он большинство не возьмет. А ведь здесь сколько заголов, чтобы их не соблазнить. Только того, чтобы не нарушить установившийся уже порядок, соблазн не подать. Вот шесть соблазнов. Я сказал, Христос хозяин неба и земли. Он хозяин храма. Он задавал мне сказал, Дичьи деду, смотри, податель. Вот я сын. И он берет с посторонних. Я сошел с посторонних. Что же он был на сына налог налагать? Я сын Божий. И на меня налог нахладят, чтобы храмы билеты устроили. Но закон здесь, законный закон как раз этого не обговаривает. Что если жизнь Божий придет на землю, то с него не хватит. Этого нет. И все, которые потребовали, они были правы. Ну хорошо для себя. Ушло где-то. Есть каноническое обоснование посудка. Сегодня, сказать, юридическое обоснование. Я был рад, что он поможет вам такому отбросить. Я говорю, ну это не правильно. Я ничего не могу сделать. Он тюрист. Прекрасный. Но он не может сделать. Сам прокурор не может быть. Только может быть президентом. Ему там то есть какая-то большая обоснование. Где он может своей власти без решения суда. И то еще. Он сам должен закону подчиняться. Чтобы не сообразить, вы для себя это возьмете. Сегодня воскресный день. У нас есть канон. На колени нет становища. И делать длинных поклонов. Там, где положено только уже, там сказано. Все. А я хочу. У меня желание умереть. Все. Хотел для желания. Сегодня вечер. Наступает понедельник. Становистие. Все, знаете, если вершина не справа с колен. Понимаете? Мы в отчинении устрояются поклонами. Мы православные. У нас экономическое устроение хранится. Я буду еще другого управлять. Я не могу стоять. Я не могу сидеть. Ляжь, выйди там, побежи. В храме не стоять на коленях. Хорошо усвоили. В субботу вечером уже не стоять. В субботу утром не стоять. В пятницу вечером не стоять. Потому что в пятницу вечером не стоять на субботу. Понимаете? Чтобы не соблазнись. А я думаю, что согласен, чтобы стояли все на коленях. И воскресенье. Смири свое желание, как говорится о фан Дотворье. Он быстро нанес. Он очень хорошо знал законов. Я сам законник. И он устраивал на том, что в другом не поверевается. И тогда сразу один раз услышал. И то, что я настаиваю, такой букваред, законник. Что надо уже подыскать? Правовед. Правовед. Да так говорится. И теперь. Проще всего Хрису жертвовали деньги. Взял бы и подал деньги. А вот здесь пойди. Возьми удочку. Может так еще удочку найдет. Хотя у него были сутки. Погоди на море. Где рыбное место? Где рыбу кляет? Возьми удочку не на полке держать. Надо бросать. И первый орех попадет. Для чего не нужно быть и не попадет? Может это днем было? Да днем закончился. Да ему это должно быть не маленькое. И она попадет обязательно тебе. Чего-то мог продражать? Много что сказать. Не надо. Повелел мой Бог. И первая ореха попадет. А что у нее в ореху? У нее удочка еще нет. А больше ничего нет. У нее там что-то еще будет. Не хорошо, потому что она проглотит. У них потрошила птица. Но находили копейки. Но они стерки там уже. Совсем. Небольшие. У гусяна ходили. Бывает жемчуг. Бывает. Драготельности находят. Но во рту никого не находят. Как найдешь роту? Она сразу мгновенно его проглотит. Вот тут уже надо было задуматься. Тема тоже мог сказать. Господи святник надо распотрошить там внутри. Если может быть еще иди не рассуждают. Он не рассуждал. Он такой утром сказал. Сразу хватает. Мгновенно сразу. Здесь входил в углу. И он остается верховным апостолом. Как принято называть. Горячность Духа. Желание исполнить, что Господь сказал. Он совершенно не рассуждал. Куда ли мне пойти в море? Нет. Я знаю, что головы не держат. Что они застыть могли? Это не северная литерация. Ну только повели, я пойду. И ни один ученик. Ни один ученик. Ни один ученик. Ну вот, походим. А как и походить по волнам? И пошел. Что самое главное. До тех пор, пока эта голова не закружилась. И сразу по сторонам смотреть. И дети надпуганы. Ну и на рыбку сколько она нам показывает. А теперь откроешь. И так раз задвоишь. Но это застыть нельзя было. Что-то еще можно. Не отленка. Но ранее договорились. Там не сто часов. А потом пророчество исполнится. Это можно поделать. Но рыбу так можно поделать. Там аполонгисты сидел. Несупрял ее. Нельзя это было сделать. Никак. Это явно. Событие было по божественному промыслу. И не просто событие прошло. И он за то он говорит. И каждый запятой находи. В первой губке смысл находи. А потом пойди, возьми, принеси. И отдай им. Они просили, может про нас забыли. Неважно. Они законно переговорят. Иди и отдай им. И за меня. И за себя. И вот эти повелительные наклонения я начал считать. Я считал семь. Два так сказок. Ну в общем. Не менее семи. И это семь. Помнил дед. Это словно. Еще раз говорю. Сегодня дало указание патриарху. Сказать. Всем. Вот этот стих. Больше ничего не брать. Я хочу подтвердить это писание на невыдомки. Патриарх выходит один, два и не словно не ответит выходит. В таком загружении его. Больше десяти не писал. А все писалицы получают в почете. Они не открыли ни одной реберос. Они не нашли там эти статиры. Я думаю так что. Речь идет о законе Божием. Конечно о Библии. Куда ты не подогни голову. В день в дню передается вещь. Ночь в ночь открывает знамя. Будем на любом томовете. Должен увидеть премудрость Божия. Слово Божие. Там у скрипы. В ежипте были по житям святым. А вот там-то там. Ты должен это знать. Куда бы ты не пошел в правительственном под водами. Все время движется событие мира. Я на руку смотрю. Но у ней всегда ты во рту найдешь то, что подтверждает Словом Божием. Всюду и везде день в дню передается вещь. Уже ничего нельзя понимать. Кто смотрел по священному писанию, сейчас постараюсь обосновать это. Вот слово повелел. О, не мог, а больше. Чуть вот театранды здесь встречаются. Вот представьте, что такое. Отпределить, где Бог повелевает, где дьявол повелевает, где люди. Где надо исполнять, где не надо. Человек отрубили голову. Тоже повеление было. А вот слушайте. Да нет, так сказали. Ну, Григо, сказал, солдаты пришли. Им немало не помогло. Это были враги и кто-то уничтожали. Да они сами меня заставили. Сейчас мы были на занятиях. Уступает сюда в газете вместо один. И был где? В штрафбате. Он добровольно пришел командовать штрафбате. Вот какие-то были девушки. Я даже и не знал. Он живет в Барнауле этот. Вот как Божий Николай. И он говорит о том, что были люди, которые останутся в странице. Их наставили в штрафбате. А знаете, что я сказал? Вот она перед рукой. И все сбивает. Борщица казался. Ну, я знаю каких. Мне одна рассказала. Мой брат как-то сказался. Его там забили. Его расстреляли. И все. А тут они стали спросить, что с ним делать? Он говорит, что она перед рукой. Ну, ты будешь ранее испытающий? Боже. Еще впереди. Ну, отступай немножко. А ты должен остаться. Я говорю. Он говорит, соль как будто вытащил людей. И потом на перед рукой. И вернулся не ранен и живой. Он говорит, что он сегодня был в большинстве вера Бога. Ты имел местное детство обыкновенное. Железнодорожное. Ну, кто-то меня нашел там. Открыл его детство, как кровь. И нашел там, что не надо покровять людям. Поверение дали идти. Не надо. И он остался живой. И шел домой, видимо, сказал, как Бог его хранил. Боюсь, как раз в религии, кто отказался воевать. Здоровый. Остался живой. И сегодня прорываясь у косвичества. Молчащие открыли рты свои. И они теперь просят сдать за то, что они остались живы. И этот, все время ходящий в водку, тоже остался живой. Но он не сказал о вере Бога. В новом завете говорят все добровольно, охотно. Правильно, добровольно охотно. Но слово поверение встречается 53 раза. Я делаю добровольное охотно, потому что поверел мой Бог. Я слово поверел, то даже впереди поставить. И я задумался, когда я свободно. И теперь, что попало в начале дела в стране-то? Свободе надо учить. Только демократии. Надо учить очень тщательно. Стреленность буквально. Я поверел. Добивайтесь с каждого поверенного ребенка, чтобы он неприли выполнил. Если невыполнимое дело, то попроси прощения и извинения. Я запустил ошибку. Я не вправду. А не просто так. Он доволосил, не стал, и ты отсыпился. Вы развращаете этим внуков своих. Он всегда мотивирует. А все пошире эту тайну. Как все дела, ты скажи, так повелевает Господь. От этого нельзя делать. От этого Бог повелевает. Послание Иеремии. 1 глава. 62. И облака, которым подъявил Бог. Пройти над всей Вселенной. Исполняете Бог веления. Образец облака. Увидительное дело. Ученики эти все время над нами. Не просто посмотрел. Они исполняют волю Божию. И солнце проявление имеет. Их жених из мрачного щадтога. Какая радостная выходит. Светит. Все равно не ожидает, куда Божий заповедует. Нас-то суд Божий должен побуждать. Бог повелел. Не пропал я совсем. Все проповедует жизнь. Облака оказывается. Проповедует славу Джима. Они выполняют поселение Божие Иеремия говорит. Числа. 7-8 стих. Господь говорит о том, что послушание. И мы должны его выполнить. Как выполнять Пасху. А если были нечислены, Господь говорит, что скажет Моисей, и поделит вам, что он выполнится. Если вы сегодня правильно учили, я бы такой задачи не имел. Только всех людей посолал. Идите слушайте, что скажет Батюшка. Идите слушайте, что священники учат. Однако в Библии в руках нет, я этих слов не могу сказать. Кто повелит Бог? Бог через них. Он повелевает. Тысяча Соломона, 6-я глава, 7-й стих. Нет у них ни начальника, ни правителя, ни повелителя. Что это за страна такая? Ни одного начальника нет. Так там разброс. Все выполняют. Ни одного прикосновения нету. Выполняет абсолютно точно из Бога до Бога. Кто это? Муравейник. Соломон говорит. Пойди у него и поучись. У него правителя нет, туда уже не ожидает. Библии у него нет. Он абсолютно точно выполняет. От загаха на сегодняшний день. Все на одного муравья. Десять, сто тысяч. Все выполняют. В одном направлении все идут. Матфея, 14-й раз, 28-й стих. Что-то сказал ему Господи. Если это ты, повели мне пойти, тебе помоги. Первый вопрос. Не просто повели. А если это ты? Нам кто-то говорит что-то. Это послушание. Столкнулись. Есть крестные ходы сегодня. Суды везде идут. Вначале стоят к мощам где-то. А ты скажи, если это ты. Если ты, то выливаешь на пользу. А если это не ты. Не надо факты раскрывать. Будьте безмолвны на это. Обойдите. А если можно, то и обличите. Прямое и ясное повеление следует Бог Господа. А сегодня пошли. На какие дела? Считай. Год, три, все на одном месте стоят. Пропуждения-то никакого нет. И оно не может быть. Это разложение. Матфея, 6-я глава, 24-й стих. И он взял ее. То есть Марию. Как повелел ему ангел. А если бы не повелел? Не взял. У него прямо намерение было отпустить ее. И он бы выполнил это. Но у него уже внутри был настрой. Вот если мы так уже ангела сегодня. И ни одного разного странибы может и не было. Многих страдеб может быть не было бы. Ангел этот крест уже ему было показано. Взять или не взять. А что как бы мы хотели? Хотел открой. Священное это писание. Найди там эту ценность. Указание. Матфея, 5-45. Он повелевает солнцу сходить над праведными и неправедными. Вот я понял. Если он повелевает, то на это надо стираться. А кому делать добро? Всем. Правильно и неправильно. А то меня, говорит, солнца возьмите. Он над злыми добрыми. А тут этому надо помочь. Этому не надо. Этому не надо. Этому не мешает нам. Мы можем мусульманину помочь. Буддист. Впереди. Он в этом нуждается. Вот мы сегодня слышали. Сколько считалось. Из Прященного Писания. И в каждом слове. Вот об этом все эти ренеизы все знают. А вы думайте с вами смысл притчи. Притчи это всегда подтекст. Это всегда есть какая-то скрытая сторона. И он открыл устав своих притчах. И говорил. Вышел сеятель сеять. Понятно. И что? Не уверял же. Приходит дьявол и похищает. А это у нас-то православие. Дьявол-то приходит засеяние. Похищил его раньше. Там еще. В горках. До слова-то Божьего. Не допустили засеяние-то. Он обохрал сеятеля. А не посеяние-то. Нам эту притчу-то надо еще раз вернуть сегодня и показать. Что наше положение хуже того, что сказал Господь к первому слову земли. Господи. Все четыре сорта земли готовы вырастить, а они ничего этого не получили. Ну кто-то сегодня об этом будет говорить. Сеяния-то нет. Господи. И спрашивает. Как? Кому? Кому? В первую очередь нам, русским. Мы в самом бедном положении оказались. Потому что не выполнили повеление и не открыли вопрос. Матфея 21-6. Ученики пошли и поступили так, так повелел им Иисус. Ну тут понятно о чем. Речь шла об осленке. Тоже можно было противоречить. Посленок не наш. Разрешения нет. Скажут, что своровали. Куда ты нас подставляешь под статью? А вот не надо рассуждать. Надо только одно точно знать. Если это ты. Петр одно условие поставил. Если это ты, то повели. А мысленно сказал. А если это не ты, Господи, то не будет этого. Вот сколько же работает каждая душа на каждый день. Звонишь, разговариваешь, считаешь. Если это ты. То есть никому нигде не веряйся. Одно писание. А на основании писания все сравнивай. Матфея 28-16. А один из учеников. Они же пошли в Галилею. На гору. Куда повелел им Иисус? А куда нам он повелел идти? Вопрос. Вопрос. Что его надо ставить? И вот повелел с удочкой. Пойди на берег. А мне? Где эта рыба, которую я могу? На кого я могу забросить червячка? Что именно под этим червячком означает скрытое? Эти вопросы, если сейчас начнем, спрашивайте. Да и не ответите. А мы скажем обещание вам ради будущих благ и страха наказания. Две. Две. Звучит червячка без златого говорит. Один перочек приманывает, а другой звонит страхом. Как бы не попасть в архой. Не хочу туда. Там такой огонь. А здесь, а святые-то? Посклюнул на этого червячка. Нет, Владимир. Он посмотрел. Хорошо. Этим дают. Сказал за мной. И все, что Господь дает. Читаем про святых. Что имел Господь. В откровении это видно. Повторяется. Даже маленьким детям. 24 стих. Повторяется. Когда пойдете, учите их соблюдать. Уча соблюдать все, что я повелел вам. Я тут ставлю сразу вопрос. Это повеление, что не дошло до России. Ну, это какое-то надо делать. Идите, и учите, как я повелел. Если он повелел, а мы с святой себя записываем. Что священникам не повелел? Якову не повелел. И бескопу? Якову не повелел. Не сидите, а идите. Не крестными врагами. Садитесь где? А идите? Где? По два. Потому что уже и не надо. По два. Устанете на благословеке. По два. Разбивайтесь. Идите. И мы домой садим. Марка. 1 глава. 27 стих. И все спрашивали. Что это за новое ущелье? Что он и нечистым духом повелел с согласию. И они повинуются Ему? А люди не пишут. Это особое учение. Это оно в нас. Мы повеляем нечистым духом. Нет. Это борьба с мыслями, со страстями. Мы с властью можем разговаривать даже с людьми обвеченными властью. Мы считаем про то, когда человек верующий видит даже как дерутся. И он один может остановить по-настоящему. В имени Иисуса Христа запрещаю вам это делать. Все. И они остановились, как мы считаем, в конца общения. И так как прекратилось сразу. Научить и говорить именем Иисуса Христа. Об этом нужно знать. Место писания. Марка 1.27. И все дошлужат номер и спрашивали. Деяния. 1.4. И повелел им. Не отмечать силы Иерусалима. Но ждать обещанного Отца, чтобы обнести силы. Это прямое повеление Божие. Не речи никуда, пока не обречется силой их ждать. А я отсюда делаю его. Никто идет на проповедь. Значит, не дождались. Дух Святой еще вас не охотил. Спрашивали не идут. Значит, ничего еще и не было. Сидите и ждите. Иерусалим. Сидите дома на заборах. Работа надо какое-то делать. Потому что Слово Божие живо и честно. Первое повеление Божие. Притом оно выполнимое. Протоп получил явно невыполнимое. Ему уже не было сказано заниматься тем, чем он вообще был не способным заниматься. Он знал. Это не кузнечное дело. Он рыбак. И у него тут сколько было приперстей. И он четкий мог благородражение в рях быстрое. Не надо этого ничего. Я думаю, когда Петр пришел потом. Сколько он удивлялся. Даже жизнь прожил. Прорыващего срода этого не видал. Чтобы во рту было. И притом первое. И второе. И не то, что блотки захватило. И решки может что-то найдете. Определенно, четко, ясно. Как он все знает Господь. Это значит, он посылает уже все готово. Мы придем в любой дом. И там, где нас готово. Питие есть. Почему? В случае все достоин пропитания. И там люди не верят в Бога. Мы будем говорить. И сердце их откроется. Где я не могу говорить. Рыбак. Неграмотный. Ни семинария ничего не кончал. Откроешь рот. Там у тебя будет двадцать евро. Там будет вечер. Ты будешь вечерцать. И все будут предъявляться. Как он знает Писание, не ущившись. И они десять, двадцать два. Кормили. Пришли, говорят. Победем призвать тебя в Бог свой. И Бог слушает речей твоих. Если желаете видеть кого-то в гостях. Приглашаете в гости. Для того, чтобы послушать речей. От каких? Спасительных. Что повелит тебе, повелена тебя от Бога. Не просто послушать. Кто приехал в гости. Скажите, а у вас есть слово от Бога? А что повелена тебе от Бога? А когда оправданы будут наши поездки. Путешествия. Коломничество. Хрестные ходы. Какие откровения мы имеем от Бога? Можем или не можем о вас открыть? Найдут ли эту драгоценность на нашем языке? Дети сорок два. И он. Когда Петр пришел и говорит. Бог повелел нам. Поповедовать людям. И свидетельствовать им. Что он есть. Определенный от Бога Судья. Живых и мертвых. Он нам повелел. Это определенно. Христос вчера сегодня. Зовите тоже. Почему сегодня Бог не повелевает? Надо только говорить. Что эти люди, которые не идут. Видите, что они никогда со Христом не были. Они этого повеления не слышали. Он повелел нам. И не написано, что повелел апостол. Вот Петр умрет. И все. Поливедер снимается. Все. Вопросы решены. В программу больше не ходят. Всем. Каждому. В любом событии. В любом процессе. При любом погоде. В здравии и болезни. Он повелел нам. Проповедовать. И тогда можем надеяться. Свидетельствуйте. Деньги есть. Закупите. Возьмите. У нас сколько оправдавцы. Кому-то что-то продавили. Сделай. И сколько на себя зряшута истратили. Начните правильно экономить. Деяние 17.30. Бог повелевает оставить времена неведения. Всем людям отсюда покаяться. Оказывается, покаяние это не только предок. Но при любое повеление скажет Бог повелевает вам покаяться. Бог повелевает вам сегодня пройти на свидетельство. Они только покосят. А можно я побегу куда-то? Да можно и совсем не ходить. У нас многие были. И что они ушли в свидетельство? Ни один. Пока мы не от кого не слышали. Все замерли. Окостенели. Окостенели. Рим 14.25. Через пророческие писания. Он повелевает проповедовать за поколение людей в вере. Ну, куда точню это. Через пророческое писание, значит, ты знаешь, язык твой очищенный. Все в твоем наполнене писанием. И каждое слово твое будет внести в себя особый заряд энергии. Это от Бога. Ты прочитал и скажи, так повелевает Бог. Подчеркни. Это от двух раз. Допиши ее на протону. Возьми в карман. В Божье где-то стоишь. Запомни. В чем стоишь. И найди в этот случай и скажи, вот какая техника. Все это не антифика сделано. Пусть они о нас подумают. Все-таки. Бог повелевает, пахается. Какое богатство Бог дал. Смотри, зайдешь в магазин. Заграницей. Только можно так. Все есть и сейчас здесь. А это долго не будет. 1 Коринфян 14. Так и Господь повелев проповедующим Евангелие жить от благодествования. Не сказать вам, что придут люди и запретят за крестины, за поклонников, за пивания, за молебны, за газы и слогоснятия. Нигде этого нет. Это совершенно новое придумано. Жить от благодествования. Да сегодня-то я смешно включить. Ведь у нас просто переговоры на всех. И епископов. И по миллиарку вынесут полумертвого. И люди пойдут. Вот один стих этот скажи, вы должны жить от благодествования. Потому что тарелки лежат в благодествования. Они сидят в тарелку. А ситринка на столе. Да еще и выписка. Цитут 1.3. И в свое время явил свое слово Христос. В проповеди верены мне по повелению Спасителя нашего Бога. Вот этот вопрос хотел сказать. Скажите, если ты священнослужитель, мы кому по повелению Бога веря на Слово Богом помнят? Ну, в святую. А вот проповеди на этом закончилось. А теперь это не было сказано. Я бы не толкуя ничего. Я просто говорю, что у нас этого нет. А я говорю, чтобы вы знали о чем молиться. И применяли в себе это касается каждого из вас. Брата и сестра, разницы нет. И малых детей к этому приучите. Евреям 11.23. Говорится о том, что это повеление, которое противное Бога. Их не надо выполнять. И родители Моисея не устрашили Спасского повеления. Не устрашили, но вскрыли его. А вот есть такое повеление. Однажды было. Пойти воину. Частью из головы Рана Христос. Это то, что самое пойти на войну. И об этом надо молиться, чтобы наши братья и подрастающие мальчики не попали в эти носорубки. Это повеление не от Бога. От Бога повеление, если умереть и жизнь положить за ближнего. Уже нет повеления пойти и отнимать у Ина Герца или с Барёва. А подоконами у Собой тоже воевали. Только не один раз. И тогда рано или поздно тебе будет повеление оттечь подоконку голову. Если мы это поняли, из этого стиха я изучу следующее. С Богом спорить не надо. Самое невыполнимое будет выполнено. Оно ко благо и не подадим никому соблазну. Аминь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok